Четырнадцать вопросов 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 годах был такой создатель Карл Фридрик Доберман. Он занимался сбором налогов, скажем так. Ему нужна была уникальная собака. Собака-компаньон, собака-телохранитель. Где-то в 1880 году он переехал, купил себе участочек. Купил себе участочек, купил себе дом и создал вот такую породу. То есть здесь, в Доберманах, скажем так, есть присутствие в крови немецкого Дога, Ротвейнера, Манчестерский терьер, так будем правильно называть. Конечно, по тем временам это была совершенно другая собака. То есть вот не то, что сейчас вы видите. То есть она немножко отличалась. Это сейчас более современный уровень собачек, более, скажем, по экстрелированию намного, конечно, отличается. Те были более широкие собаки, низкорослые собачки. Вот сейчас, конечно, это собаки совершенно другого плана характера. Они очень умные, они удобны в содержании. Их можно содержать как в частном доме, их можно содержать также в квартире. Потому что практически любая порода собак линяет, это безусловно. Вот они также линяют. Ну, это как бы не особо это видно. Полностью не видно. То есть это достаточно иметь щёточку, достаточно иметь перчаточку, вот так вот провести по собачке во время прогулочки. И, скажем так, у вас не будет проблем дома с шерстью. А какие рабочие качества у этой собаки? Скажем так, что... Тихо-тихо-тихо, успокойся. Устал, мальчик, устал, что успокойся. Большой, конечно. Посиди немножко. Тетя-тетя. Рабочие качества. До революции эта собачка была использована в полиции. Её использовали в полиции. Был такой легендарный пёс, его звали Триф. Он был очень уникальный. Сейчас как бы эту породу не относятся к служебным. Почему? Потому что если это служебная собака, она может содержаться в МВД, в МЧС, в вольерах на улице. То есть при зимней температуре собака не может содержаться. Поэтому, естественно, успокойся, естественно, эту собаку как служебную породу исключили и перевели в любительскую. В этом плане. Но эта собака очень быстрая по скорости. У неё очень уникальный нюх. Она, ну, скажем, она разыскная собака. Безусловно, разыскная собака. Быстрая, умная. Единственное, конечно, очень... Сюда, сядь. Те владельцы, которые видят красоту вот этой собачки, потому что она действительно, безусловно, красивая. Её можно сравнить с ланью, её можно сравнить с лошадью. И, конечно, за грацию многие покупают. Иди сюда. Но не понимают, что с этой собачкой нужно много двигаться. Этой собачке нужно много-много гулять и много двигаться. С любой собачкой, даже с дворняжкой, надо заниматься. Это безусловно. Те люди, которые покупают этого щенка, они должны понимать, что щенок такой породы, конечно, требует очень большого внимания. Потому что, прежде всего, это должны быть насыщенные прогулки для этой собаки. Это не так, что вот вышел с собачкой, 15-20 минут собачка как бы погуляла, сделала свои дела, и нужно идти домой. Почему? Потому что, когда с собачкой такой породы мало гуляют, тогда происходят казусы дома непосредственно. То есть, это может быть и мебель погрызанная, потому что ему скучно, он очень энергичный. Для владельцев, тех, которые покупают такую собачку, нужно знать, что с дверманом нужно гулять в день хотя бы 3-4 часа. И просто ходить на поводочке, это должно быть движение, постоянное движение. Тогда дома никаких таких случаев не будет абсолютно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти щеночки, им только 2 месяца исполнилось, буквально 2 дня назад. Мама это... Племянники, собственно говоря. Да, скажем, племянники, это дядя, да. Мама очень интересная собачка. Ну, скажем, если брать ее чисто экстерьерные данные, она чемпионка двух стран. Вот, чемпионка России, чемпионка Болгарии. Папа у нас очень тоже интересный. Ну, к сожалению, вот его нельзя посмотреть, они не смогли. Клик, я, кстати, пригласила. Что со щенками? Щенки, значит, как сказать, если просто, щенки ждут своих хозяев. Две девочки. Одна девочка останется на питомнике. Что нельзя? Останется на питомнике, это однозначно. Одна девочка уедет в Болгарию, ее заверает. Ну, и пока мы еще не занимались, потому что на этой неделе нас ждет копировка ушей. Мы будем копировать ушки. После этого мы уже будем щеночками распределять. Перед выбором собаки задайте себе главный вопрос. Зачем? С какой целью вы берете собаку в дом? Кто вам нужен? Сторож, охотник, друг семьи или игрушка? Если ответ будет осознанным, значит, вы обязательно сделаете правильный выбор. Что вы пожелаете всем владельцам домашних любимцев, собак, может быть, доберманов или каких-то других пород, как человек, который давно занимается и любит собак? Пожелать? Что можно пожелать? Я хочу сказать так. Любить своих животных, заниматься с ними. Знаете, есть такая очень хорошая пословица, но ее, конечно, все знают. Человек он всегда может предать, собака никогда не предаст. И собачий век, он достаточно очень короткий. Я однажды прочитала книгу, там было сказано так. А куда ты, милый дурашка, бежишь? А, так быстро. А, впрочем, туда, куда медленно иду и я. Поэтому я для владельцев, тех, которые действительно искренне любят, которые хотят иметь собачку, я им желаю, ну, самое главное, терпения. Это самое главное. Потому что щеночка вырастить очень сложно, достаточно сложно. Более терпимо, скажем, относиться к шалости маленьких щеночков, потому что казуса бывает достаточно. Ну и, пожалуй, чтобы был контакт очень сильный между владельцем и собачкой и любви обоих, скажем, и хозяевам, и собачкам. Около 35 миллионов лет тому назад на Земле широко распространились древние хищники семейства вивьейровых. Некоторые из них послужили исходными формами современных видов диких и домашних кошачьих. Предками кошек принято считать дикую буланную кошку, которая до сих пор обитает в тропических лесах Африки. Кошка была приручена в Древнем Египте где-то около 6 тысяч лет тому назад. Недаром он случился именно в Египте, так как эта страна была с хорошо развитым земледелием. Египтяне настолько любили и почитали кошку, что возводили ее в ранг священной. И были даже целые храмы, посвященные богине Баст. Эта богиня изображалась с головы кошки. При пожаре египтяне в первую очередь выносили кошку и в знак траура по этому животному сбривали себе волосы и брови. Существует поверье, что когда на один из египетских городов хотели напасть враги, воспользовавшись тем, что кошка является священным животным и египтян, они на свои щиты прикрепили, поместили по маленькому котенку. И поэтому город был сдан противнику, так как египтяне не смогли поднять руку на свое священное животное. Постепенно кошки стали проникать и в Европу. Впервые они попали на Пеннинский полуостров и в Грецию. В средние века кошка считалась животным злым и коварным, подражателем, помощником черных сил. И надо сказать, что у нас в России отношение к этому животному всегда было очень и очень благоприятным. Недаром, по традиции, первым в дом пускают именно кошку. Можно согласиться с мнением исследователей в том, что современную домашнюю кошку, за исключением некоторых декоративных пород, нельзя считать в полном смысле домашней. Она почти целиком сохраняет в неизменном виде привычки и поведение своих диких сородичей. Представители семейства кошачек распространены по всему земному шару. Нет их только в Антарктиде, в Австралии, на Мадагаскаре и на некоторых островах Океании. Мы с вами поговорим сегодня лишь о некоторых наиболее интересных представителях этого большого семейства. Обратите внимание на эту витрину, в которой показана географическая изменчивость представителей семейства кошачьих. Самый крупный и самый северный из них – это амурский тигр, который на сегодняшний день обитает только в нашей стране по берегам реки Амур в заповеднике. К сожалению, численность этих животных с каждым годом сокращается. Надо сказать, что амурский тигр вымирает не только из-за прямого отстрела, но и из-за того, что врубаются леса непосредственно на место обитания этого крупного хищника, и также уничтожает кормовая база различных представителей семейства оленей. Следующий, так сказать, по размерам и более южный тигр – это туранский тигр. Обитает он в Средней Азии, в Иране, в Ираке и у нас за Кавказью он тоже есть. Ну и, наконец, индийский тигр, тот самый знаменитый Шархана, которого мы с вами знаем с самого раннего детства по сказке Маугли, считается наиболее маленьким представителем этого подвида тигров. Если вы посмотрите внимательно в эту витрину, вы видите огромное количество леопардов, достаточно большое количество леопардов. Самое интересное, что хорошо нам всем с вами известная пантера – это не отдельный вид животного, а леопард меланист. Что значит меланист? Это значит, что вещества меланина, пигмента меланина содержится очень и очень много у него в организме. Всем хорошо знакомы альбиносы – это те животные, у которых пигмент меланин отсутствует. Ну а вот пантера – это не что иное, как леопард меланист. КОНЕЦ Самой мудрой и сильной кошкой в диком мире принято считать льва. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...